Продолжение следует... 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 На штуки говорят в семье, что он был веселым человеком, сухопарым, гармонистом, частушником и танцевал в присядку. В 30-х годах на Украине, в село Западное, по-моему, это Харьковская область, убили второго моего деда по линии отца. Голод, красноармейские заслоны, чтобы не пропустить голодных из этой зоны. И дед как-то вечером пошел набрать соломы из чужого стога или кофны, чтобы накормить корову, которая была естественной единственным источником питания для семьи. Молоко и хлеб. Знаменитая пища на Руси. Деда убили. Его забили лопатами. За эту охавку сено. Во времена реставрации капитализма Бандитами Я бы сказал, чеченскими бандитами был убит Мой отец Ему было 72 года И он проживал со своей второй женой и с моей мамой Там, в Угрозном Бандиты На бронетранспортере Разбили дверь его дома Вытащили его и Марию Николаевну И расстреляли из автоматов Как сообщали мне в письме Соседи В отца было вытащено 12 автоматных пуль Эта банда шарила по всему Грозному Доставая всех Людей разных национальностей Если они не были чечены или ингуши Они шарили по всему Грозному Тела Сгружали в грузовики И привозили Университетский сквер Где Всех захоронили И сбросили в одну могилу После чего Заложили бомбу и взорвали Чтобы не осталось никаких свидетельств Их преступлений Одно из хороших Свойств, качеств Хороших явлений Проживание в Канаде Я здесь чувствую себя Спокойно Нет никакого риска И Наверное Если так можно выразиться Я теперь борюсь За выживание Чтобы поставить семейный рекорд Я пережил Бабушку На 8 лет Я пережил маму Возраст мамы На 5 лет Отцу было 72 Немощный старик Мне 68 Еще 5 лет Я могу Мне слышно В составе железнодорожных Установительных войск В зоне действия И передвижения Фронта Он восстанавливал Железные дороги Вокзалы Мосты И таким образом На границе Между В КПУ Или кто там еще Или КГБ Уже существовало Мужчина Мужчина Безцеремонно Вошел Громко Спросил Ну что тут Собрались Все Примокли И Поскольку Конечно Это семейный характер Отец Первый Истрял И стал Его Спрашивать А ты кто такой Тебе чего Нужно Если ты пришел Без приглашения Еще и вопросы Создаешь В общем Случилось так Что Погулявшие На свадьбе Мужчины Побили этого Господина Товарища Без формы Без знаков Различия Оказалось Что это Очень серьезная Фигура Была в городе В городе Волковыйске Он был Самый главный По Ну будем Говорить так По допросам Истязаниям И Впрочем Вещам Когда отец И другие Участвующие В свадьбе Люди Мужчины Получили поездки Чтобы прийти В КГБ НКВД ГПУ В одну ночь Они собрались И поскольку Были естественно Железнодорожниками Они Железнодорожным Транспортом Отправились Далеко Далеко Через всю Россию Через всю Сибирь На Дальний Восток На Катарин Остров Сахалин Я став Поэтом Возноверился Нескладно Пел Нескладно Жил И не замечил Как доверился Упряжке Обреченных Сил Неясным Голосом Отчаяния Берез и ветер Вереск Мне сказал Чтобы надеждой Стал печальный И болью Собственным Стал Он был не один Который Участвовал Будем говорить Так вот В избиении Наглеца Да Он был Да Он был Я ничего не могу сказать Для себя Не характер Я только могу сказать Про себя Например В августе 91-го года Я долго боролся С собой Я сопротивлялся Сам себе Я думал О своей семье О судьбе И все-таки Я вышел На Мойку В Синемо мосту Где Чтобы встречать Парашютно-десантные Полки Из Пскова Который в это время Двигался По шоссе И Танки Из-под Выборга Сфинянско-советской Границы Указ Вице-президента СССР В связи С невозможностью По состоянию Здоровья Исполнение Горбачевым Михаилом Сергеевичем Своих Обязанностей Президента СССР Ну Жертв У нас В Ленинграде Не было Закончилось Простым Выжиданием Стенд-оффом То есть Противостоянием А когда Получили Известие Из Москвы О Победе Новых сил Все мирно Разошлись По домам И я тоже Слава Богу После чего Я задался С целью Выжить И это было Одной из причин Того что я Решил Принял решение Уйти за границу Надеюсь Что здесь Более спокойно Давно Давно уже Не жду И срока Я Зайти Где стало Все Иным Но ты Завяжь И дарь Высокое И чувство Горькое Вины Прости меня За то Что родина Рядом Рядом он Сын Пока не требует Поэта Священной Жень Аполлон Забота Суетного Света Он Молодушно Погружен Молчит Его Святая Лира Душа Кушает Плодный Сон И Меж Детей Ничтожных Мир Быть может Всех Ничтожных Он Но Лишь Божественный Глаго Тасун Чуткова Коснется Душа Борь Там Стрепенется Как Побудивший Сорен Тосквы Клон Забава Клина Людской Чуждается Молвы К Ногам Народного Кумира Не Клонит Гордой Головы Лежит Он Дикий Из Уралы Без И Лука Без Мятения Пол На Берегах Пустын Рубав Широка Шуны Е Дубра Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова